Есть ли лед в Австралии? Этот вопрос мы задали одному из самых авторитетных специалистов в этой области, серебряному призеру Олимпийских игр, чемпиону мира, Европы и СССР, заслуженному мастеру спорта, знаменитому фигуристу Сергею Шахраю. Это видео в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века с замиранием сердца смотрел каждый зритель Советского Союза. Ведь пара в то время отстаивала честь страны во всех крупнейших мировых соревнованиях. Они были вторыми после Великой Ирины Родиной на Олимпиаде в Лейк-Плейсиде. Они завоевали титулы чемпионов Европы, а потом и чемпионов мира. Они первыми выполнили сложнейшие элементы – великолепные поддержки, безупречные прыжки. В 1981 году пара распалась, но фигурное катание осталось в их жизни навсегда. Сегодня оба фигуриста работают тренерами. Марина Черкасова в России, а вот Сергей Шахрай в Австралии. О чем, по его словам, даже подумать тогда не мог на пике своей славы. 23 года назад это случилось. Я просто работал в коллективе Ледовом. Мы гастролили по всему миру, по странам СНГ, по России. И у нас была гастроленная поездка в Брисбене целый месяц. Во время этой работы я получил приглашение из Сиднея от моих предыдущих знакомых австралийских. Не хотел бы я приехать и попробовать поработать по контракту в течение двух лет на одном из катков в Сиднея. Мне показалось предложение очень интересное, замачивающее, необычное. Я согласился. А когда контракт закончился через два года, получилось так, что у меня было столько много студентов, мне было их жалко оставлять. И я думаю, еще побуду, посмотрю, как дальше пойдет. И вот это длится уже 23 года. Никак я отсюда не выберусь. Многие австралийские ученики Сергея Шахрая даже и не подозревают, что тренируются у профессионала такого уровня. Для большинства из них, живущих с рождения на зеленом континенте, это скорее даже экзотический вид спорта. И познакомившись со льдом, научившись уверенно держаться на коньках, они не стремятся двигаться дальше. Но есть и такие, кто по-настоящему заболевают фигурным катанием. И тогда тренировки переходят на новый уровень. Это зависит от того, какой ученик попался. Если ученик одержим своим делом и старается хорошо, то и приятно с ним работать. Но бывают дети капризные, бывает период какой-то непростой. Но вообще работа, конечно, непростая, тренерская работа нелегкая. Но в этом, в общем-то, какая-то и прелесть достигать каких-то результатов, когда не все складывается удачно и просто. В этом, в общем-то, изюминка этой работы. Ну вот девочка, которую я тренировал, я уже рассказывал, да, Мелисса, она до этого занималась плаванием очень серьезно. А потом понравилось фигурное катание, и сейчас она одержима стать хорошей фигуристкой. Она замечательная девочка, она годы три каталась. Она приходила когда, I just tell about something you, она падала раз 150. Ну такая настырная. Ну вообще, причем как падала, что ваш колес слицался. А сейчас она так хорошо стала тренироваться, что она почти не падает и очень прибавила. Ну, all right, one more time, tulip. Beautiful, very nice. Сергей Шахрай нынче будет отмечать профессиональный юбилей. В этом году исполняется полвека его дружбе со льдом. Рассказывает, что в школу фигурного катания его отдала мама. Причем сам он в то время категорически не хотел заниматься, так как считал этот вид спорта несерьезным, девчачьим. Когда уже начинала становиться фигурное катание очень популярной, она отмела меня в самую лучшую спортивную школу по фигурному катанию в Москве. И был очень большой конкурс. Как сейчас помню, 600 человек, а брали только 60. Но я попал, наверное, не только потому, что я был, в общем-то, какими-то определенными способностями. Просто, наверное, нужны были мальчики. Но, тем не менее, я попал в эту группу, и 600 человек, всего взяли 60. Но у нас была очень сильная школа. В течение трех лет после этого у нас была как бы подготовительная школа. А потом только мы переходили уже в настоящий клуб. Но чем был знаменит наш каток, он назывался «Стадион юных пионеров», там один из немногих, один из первых, наверное, в стране, в стране, не только в Москве, был небольшой каток искусственным льдом. Поэтому она была очень ценна, и поэтому туда было трудно попасть. Потому что чем ты больше катаешься, естественно, круглый год, тем больше ты мог достиг результатов. Ну, а потом уже в процессе времени я становился как фигурист, благодаря моему тренеру лучше и лучше. И на меня обратил внимание такой специалист, как Жук. И пригласил меня уже в свою школу фигурного катания. Так уже моя судьба связалась с таким знаменитым тренером. И благодаря его таланту уже я стал тем, кем я стал в спорте и достиг тех результатов. Практически все время, с раннего утра и до позднего вечера, с перерывом на сон и школьные занятия он проводил на катке. Сначала такая нагрузка утомляла, но позже, когда появились первые достижения, тренировки стали приносить удовольствие, превратились в ежедневную потребность. Невероятно целеустремленный от природы, Сергей и в спорте был нацелен лишь на самые высокие результаты. И сегодня, когда он видит подобные стремления своих подопечных, старается их всячески поддержать. Это зависит от ребенка и от родителей тоже большая роль. Потому что как родители настроят свой ребенок, как они воспитывают в семье, так и он будет относиться и к тренировкам, и ко всему, что он делает в обычной жизни, как и в школе. Поэтому я думаю, что спорт в этом плане очень сильно помогает, он организует. Вот видите, у нас дети уже откатались, сейчас пойдут в школу, потом поучатся, обратно вернуты. То есть у них режим очень сложный, вроде казалось бы некогда отдыхать. Кстати, и у меня такой же режим был, и все, кто занимаются спортом. Но это не говорит, что мы какие-то несчастные дети, мы просто более организованные, более целеустремленные. Вот и все. Спорт воспитывает силу духа, закаляет характер. На пути к победе нет мелочей. Необходимо отточить каждую деталь, отработать каждый элемент. И еще очень важны правильный настрой и, конечно же, удача. Ее спортсмены очень боятся спугнуть. Вообще коньки, есть такая у всех примета, чтобы ничего не случилось, не дай бог, все начинают одевать конек с левой ноги. Это очень важно. Если ты оденешь справа, то может что-то случиться неудачное. Есть индивидуальное, но это одна из главных. Есть, куда положишь чехлы. У всех свои. Когда снять чехлы. У всех вообще спортсмены очень суеверные. И когда они следуют этим, причем они делают, когда что-то удачно сложилось, стараются следовать этого. Потом, когда было неудачное катание, они анализируют, что они не так сделали. И связывают это в основном с тем, что что-то было... О! О! Это не знаю, какая примета. Порвался шнурок, я не знаю. Переезжая в Австралию, Шахрай, конечно же, отдавал себе отчет в том, что здесь фигурное катание никогда не будет приоритетным видом спорта. В отличие от России, где воспитано уже не одно поколение фигуристов, и младшие подтягиваются за старшими, в Австралии нет серьезной конкуренции. И даже самые талантливые ученики часто не достигают тех высот, что могли бы. Причем Сергей отмечает, что и генетика играет немалую роль. Вообще, я хочу сказать, что русскоязычные дети очень способны к фигурному катанию. Я это точно могу гарантировать. И если они начнут кататься со своими сверстниками из Австралии, у них всегда есть преимущество, потому что у нас на генетическом каком-то уровне очень хорошая предрасположенность к скольжению, к балансу, к артистизму. Это вообще действительно наш русский вид спорта. Не случайно мы достигаем таких больших результатов. Но и с австралийскими ребятами удавалось достичь неплохих результатов. Были и победы в чемпионатах страны, и поездки на Олимпиады. А вот о самом своем талантливом ученике Сергей рассказывает с особым чувством. Мы с ним познакомились очень неожиданно. Во время одной вечеринки у его знакомых и совместной знакомой оказались. Там мы познакомились. Потом мы стали общаться. Он меня приглашал в гости. Он оказался очень интересным человеком. Однажды он получил приглашение участвовать в знаменитом сейчас шоу на льду со звездами телевидения, театра. И он обратился ко мне за помощью. И я должен отметить, что Костя оказался одним из моих самых лучших учеников. Потому что он прекрасно слушал меня и выполнял все мои инструкции, которые я ему давал. Выполнял все задания. Что не так часто бывает со многими моими австралийскими студентами. И я сразу понял, почему он достиг хороших результатов в таком виде спорта, как бокс. Потому что он очень прилежный ученик и хорошо умеет выполнять задания тренерские. И целестремленный. И когда он первый раз вышел в первом своем выступлении в этом шоу с партнершей. А партнерша у него была очень хорошая фигуристка. Такой специалист, как Татьяна Тарасова, одна из известнейших наших тренеров, сразу отметила, что он очень хорошо стоит на коньках. Но потом она говорит, наверное, у тебя был хороший тренер. И я думаю, что это был Сережа Шахрай, потому что он там работает. И она угадала. По признанию знаменитого фигуриста, конечно, порой бы его посещают мысли о своей нерализованности. О том, что в других условиях наверняка смог бы воспитать не одно поколение настоящих чемпионов. С другой стороны, он с уверенностью может назвать себя счастливым человеком. Ведь случайно оказавшись на далеком континенте, он полюбил его задушевных, отзывчивых людей. Чудный климат, спокойный и размеренный образ жизни. С ним всегда его родные люди, супруга, дочь и внук. И любимая работа, лед которого и в жаркой Австралии оказалось более чем достаточно. Австралия многоциональная страна. И очень многие дети из таких стран, где ни снега нет, из жарких стран, впервые приходят на лед и интересно смотреть на них лица, когда они первый раз видят лед и выходят на него. Но мы тоже, весь наш коллектив тренерский помогает им освоиться. Конечно, это, наверное, не те результаты, о которых можно бы, можем говорить, уровень фигурного катания в России, в Канаде, в Америке, в тех странах, где фигурное катание действительно очень популярно. Но, тем не менее, помочь детям добиться определенных результатов, самих для себя. В общем-то, это наша задача, и моя, и всего нашего тренерского коллектива. Продолжение следует...